всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня разберем такой эффект как отражение в окне вот такая в итоге у нас должна получиться картинка но для начала что нам необходимо сделать необходимо загрузить набор кистей для этого переходим в редактирование находим строку набора управление наборами так вот здесь нажимаем загрузить данная кисти и я оставлю приложу точнее в описании к посту вконтакте в группе там вы можете скачать выбирайте данные кисти у кого другой photoshop можете здесь другой выбрать выбираете данные кисти нажимайте загрузить я не буду этого делать и нажимайте готово потому что они мне уже есть так начинаю для для этого потребуется данное изображение которое могу также оставить и изображение с городом что необходимо сделать открываем файл вот с необходимо будет переместить это изображение сюда все этот файл нам больше не нужен преобразовываем в смарт-объект чтобы мы могли его трансформировать без потери качества нажимаем ctrl-t зажатым альтом допустим вот так трансформируем окей вот это изображение нас будет выше и ставим режим наложения на нем перекрытие таким образом далее создаем новый слой не забудем здесь переименовать его отражение а новый слой напишем область выберем мягкую кисть так мягкую кисть не забываем непрозрачность нажим сто процентов вставляем берем любой цвет как который вам будет по душе отключим отражение и на новом слое мы кистью закрашиваем человека аккуратно квадратными скобками регулируем размер так а а все так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем мы нажимаем правой клавишей по иконке области, нажимаем выделить пиксела. Таким образом у нас выделяется человек. Далее выбираем фон, копируем его, Ctrl-J. Ну, смотрите, у нас человек скопировался. Далее, далее. Переименовываем этот фон. Размытие будет. Понизим непрозрачный слоя до 30%. Затем заходим в фильтр, размытие, размытие по гауссу. И поставим значение на 5 пикселей. Окей. Далее выбираем слой отражения. Создаем его копию. И пишем здесь отражение. Пускай будет 1. Далее включаем слои отражения. И от слоя отражения 1. Поменяем значение замены светлым. Режим наложения. И также понизим прозрачность до 40% будет. Окей. Можно скрыть слой отражения. Так, переходим в меню фильтр. Также размытие, размытие по гауссу. И размываем изображение. Пускай до 10 пикселей. Окей. Продублируем слой. Ctrl-J. Это отражение 1. Переименуем его. Напишем отражение 2. Режим наложения сменим на умножение. И прозрачность понизим до 30%. Вот так вот. Затем нам будет необходимо добавить текстуру. То есть окно сделать его немного грязным. Переходим в меню выделения. Все. Либо Ctrl-A нажимаем. Вот так вот. Далее. Выбираем инструмент прямоугольную область. Вот она. Правой кнопкой мыши. И выбираем образовать рабочий контур. Ставим значение 0,5 пикселей. Нажимаем ОК. Затем выбираем кисть. Нам необходимо будет выбрать именно ту, которую мы загружали в самом начале. Вот она. Fake Window. Вот эта самая кисть. Она опять 5000 пикселей. Затем мы нажимаем клавишу D. Как раз сбросили их. И клавишу X, либо вот эту, чтобы поменять местами цвета белого с черным. Затем выбираем инструмент Перо. Делаем клик правой клавиши. И здесь будет выполнить обводку контура. Нажимаем. В этом меню нам необходимо будет выбрать кисть. И нажимаем ОК. Таким образом у нас накладывается эффект грязного стекла. Далее мы поменяем режим наложения мягкий свет. И прозрачность снизим до 50%. Затем выбираем слои отражения 1, отражение 2 с зажатым шифтом. Выбираем их. Нажимаем Объединить в группу. Напишем ОТРАЖЕНИЕ. Вот. Потом мы отключим слой ГРЯЗЬ. Кстати, что забыл сделать. Мы здесь правой клавишей. Удалить контур нам больше не нужен. Так, отключили слой ГРЯЗЬ. Потом мы... Теперь мы переходим в каналы. Выбираем синий канал. Создаем дубликат канала. Затем заходим в параметр изображения, коррекция. И выбираем уровень. Так, свет мы поставим на 217. А тень мы поставим на 61. Нажимаем ОК. Выбираем копию синего канала. Нажимаем Ctrl и кликаем по иконке. Вот так у нас выделяется область. Включаем RGB. Отключаем синий канал. Заходим в СЛОИ. И на панели слоев у нас необходимо будет создать маску для отражения. Слой маска. Затем нам будет Ctrl-I инвентируем слой маску. И включим грязь. И вот таким вот образом мы добились эффекта отражения в стекле. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Комментируйте видео. Также добавляйтесь в инстаграме. Ссылка будет в описании. И группа ВКонтакте.